Приветствую вас. Я думаю, что достаточно ошибочно полагать, будто ответственность за то, что происходит сейчас в вашей семье, между вами и вашим мужем, лежит только на днем. На моем взгляд, это неправильно, потому что отношения в браке строят два человека, отношения в браке выстраиваются двумя людьми, и вы, в том числе, участвуете в этом тоже. То есть вы также устраиваете отношения в браке, как и ваш муж. И мне кажется, что вопрос, который вам можно задать себе, заключается в том, почему мужу стала интересна игра сильнее, чем в взаимодействии с вами. На моем взгляд, основной вопрос заключается в том, что мужу интереснее играть в игры, чем проводить время с вами. И это, на самом деле, определенный такой показатель кризиса ваших отношений, на мой взгляд, по крайней мере. То есть, это показатель того, что вашего мужа что-то не устраивает. В отношения с вами, допустим, допустим, что ему, к примеру, что-то не нравится. Что он, допустим, хочет чего-то другого. Что он хочет, допустим, из этих отношений уйти. Что он хочет куда-то вот уйти от того, к примеру, негатива, который имеет место быть, вот, например, у вас. И эта ответственность в том числе ваша. Это не только ответственность, ну, не только ответственность мужчины, но это и ваша ответственность в том числе тоже. Поэтому, вам необходимо подумать, почему эта ситуация стала возможной благодаря чему она стала возможной вашей. Странной. То есть, какие, условно говоря, ваши действия привели к тому, что эта ситуация стала возможной. И, обратите внимание, что вы не пытаетесь понять, что вашему мужу не нравится. Вы не пытаетесь понять, что ему не по душе. Вы не пытаетесь его понять. Вот. Вы требуете от него чего-то, вы требуете от него каких-то действий, вы требуете от него каких-то шагов. Вот. Но вы не спрашиваете, например, у него, да, вы не спрашиваете у него, что ему не нравится. Вы не спрашиваете у него, почему он, допустим, так себя ведет. Вот. Вы не спрашиваете, почему он, вот, таким образом действует. Почему ему, там, к примеру, ну, допустим, стало интереснее играть, да, допустим, почему ему стало интереснее играть. А не, да, к примеру, там, проводить время с вами. Вот. То есть это, на мой взгляд, это очень важный показатель с тобой, насколько вы направлены друг на друга. Вот. Ну, если вы направлены друг на друга. Из этого нужно исходить. Потому что, все-таки, зависимость, игровая зависимость, любая зависимость, это то, что диагностируется врачом. Вы сами не являетесь врачом, чтобы диагностировать подобное. Вот. Объективно. Поэтому, если вы хотите сохранить отношения со своим мужем, то желательно, чтобы вы постарались осмотреть именно свою ответственность за то, что происходит сейчас. между вами. И, чтобы вы постарались понять своего мужа, и то, почему он ведет себя именно так. Если вы можете это сделать, если вы можете понять, что его не устраивает, вы можете предложить ему, ну, проблему как-то решить, вы можете предложить ему. Другой вопрос. Да. Другой вопрос. Другой вопрос. Другой вопрос. Захочет ли он? Другой вопрос. Другой вопрос. Это тоже другой вопрос. Тут я с вами согласен. То есть, это действительно уже вопрос его собственного выбора. Но вы, как человек, который выстраивает отношение со своим мужем, пригладываете свою руку к восстановлению этих отношений. И демонстрируете мужу свое, условно говоря, понимание ситуации, свое, условно говоря, видение ситуации. И то, что вы отдаёте себе отчёт в том, что дело здесь не только в нём, да, но и в вас. Либо вы делаете так и получаете какой-то результат в итоге. Либо вы так не делаете, то есть, либо вы так не делаете и просто в одностороннем порядке решаете уйти. Это будет, безусловно, ваш выбор, это будет, безусловно, вашим решением. Вот. Но в таком случае не очень понятно, для чего вы, собственно говоря, обращаетесь тогда к нам. Ну, с какой целью вы тогда обращаетесь к нам. Потому что, если вы уже, по сути, по сути своей, например, всё решили, да, если вы уже решили, как будет дальше всё происходить, то уже не очень понятно, какой помощи вы хотите от нас. То есть, в чём, в чём вы видите, вот, помощь, психолога, здесь. Вот. Мне думается так, что мужчина должен быть замотивирован, проводить время с людьми. Вот это-то не должно быть такой вот прям обязанностью, обязанностью, как это представляете вы. И это всё-таки больше свободный выбор, это больше следствие выбора человека. Вот. И если в данном случае он делает выборы, используя игры, значит, оно ему более приятно, оно ему более симпатично. И то, что вы демонстрируете агрессию в ответ на это, в ответ на то, что ему хочется, в ответ на то, что ему интересно. Вот. Это, с одной стороны, конечно, понятно, но с другой стороны, это только лишь доказывает вашему мужу, что его не понимают, что и не интересуются, что его не чувствуют. Вот. Я вас не обвиняю, ни в коем случае, в случае, в случае я вас не обвиняю. Я просто хотел бы показать, что в отношениях есть двое людей и вы пытаетесь перевозить всю ответственность на мужа своего. Вот. Это не самое лучшее решение, если вы хотите сохранить семью. Вот. Другой вопрос, если вы отношения всегда изжили, да, то это уже другой вопрос, но если вы хотите отношения с себя сохранить, вот, то это не лучшая форма и не лучший выбор, который вы можете сделать для этого. Вот. Вот. То, что я могу вам сказать. Вот, конечно, вы вольно ко мне не прикручиваться, конечно, вы вольно поступать так, как вам хочется, вы вольно поступать так, как видится вам правильно. Вот. Я с точки зрения исключительно психология здесь сейчас говорю. Исключительно. У меня нет цели вас садить. У меня нет цели вас пренить. Э. Сформулируйте. Пожалуйста, для себя, что вы хотели бы от психолога в этой ситуации. Сформулируйте то, что вам нужно от психолога в этой ситуации, и я думаю, что специалисты вам помогут. Обязательно. Ну, по крайней мере, свою помощь я вам гарантирую. Это 100%. Другой вопрос. Захотите ли вы этим заниматься? На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго и удачи.